здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок мы поговорим сегодня с вами о молочнокислых бактериях во многих источниках из интернета из литературы из разных лекций можно услышать сведения о том что молочнокислые бактерии являются очень полезными и отвечают в том числе за плодородие почвы основой таких препаратов как байкал м1 и других которые широко разрекламированы которые широко раскручены которые очень дорого стоят в их основе как мы уже в наших роликах определили также лежат молочнокислые бактерии давайте разберемся это супер бактерии все-таки для растеневодства и для урожая или нет молочнокислые бактерии окружают нас повсеместно многие привыкли считать что молочнокислые бактерии живут только в молоке и обуславливают его сквашивание для образования кисломолочных продуктов однако же это не так существует несколько крупных групп молочнокислых бактерий которые не связаны между собой однако они имеют одно единственное общее это то что продуктом их жизнедеятельности является молочная кислота то есть совершенно не обязательно что они будут жить молоке или молочных продуктах к такому типу молочнокислых бактерий как раз которые не населяют молоко и относятся бактерии которые населяют байкала м1 это те же самые бактерии которые обитают в квашеной капусте в моченых яблоках часами совместно с дрожжами в различных продуктах квашения которые мы готовим с вами дома также эти же самые бактерии обуславливают и образование силоса образование силоса для кормления крупно рогатого скота по сути это тот же самый процесс что и квашение капусты промышленность производит в огромных количествах про вот эти препараты которые предназначены для сельскохозяйственных предприятий для заготовщиков кормов для приготовления силоса продается он и литрами в розницу и огромными 10 20 литровыми канистрами для такого широкомасштабного промышленного крупнотоварного производства разумеется что стоимость этих препаратов является очень небольшой по сравнению с тем сколько стоят подобного рода препараты какова же функция этих самых бактерий в окружающей среде и в производстве которым мы их используем главная функция это снижение гнилостных процессов известно что резкое возрастание концентрации молочной кислоты уничтожает буквально блокирует гнилостные бактерии поэтому если такими бактериями обработать например мясо то в этом случае процессы гниения там остановятся на этой основе создаются всевозможные закваски бактериальные препараты например для сыровяленый сырокопченый и так далее колбас в состав рецептур входят там такие вот добавки микробиологические которые в своем составе содержат молочнокислые бактерии даже незначительное содержание молочной кислоты в них естественное содержание которую а образовалась эта молочная кислота там связи с тем что мясо содержит глюкозу как любая мясо содержит кровь а кровь содержит глюкозу соответственно эти бактерии используют глюкозу в качестве субстрата для своей жизнедеятельности и образуют молочную кислоту таким образом использование молочнокислых бактерий является очень широким они могут затормозить гнилостные процессы и в силосе и в квашеной капусте и даже в мясе где же мы можем найти эти молочнокислые бактерии в быту для того чтобы использовать на свою пользу ну во первых конечно если вы сольете рассол из подквашенной капусты или сольете из забродивших огурчиков там каких-нибудь или консервированных овощей рассол вот этот мутненький в банку то вы получите препарат ничем не хуже чем например байкал м1 или какие-то иные препараты которые например используются для приготовления бакаши ну такой жижи но на основе кухонных отходов потому что весь смысл там в том чтобы эти молочнокислые бактерии заселились начали употреблять углеводы которые содержатся в кухонных отходах резко увеличивать кислотность и соответственно блокировать гнилостные процессы которые могли бы привести к неприятному запаху выделению аммиака и так далее и так далее но то есть ко всему тому что сопровождает гниение кроме того мы можем найти эти бактерии таком распространенном продукте как сыворотка ну не знаю как где в беларуси сыворотка производится в большом количестве я вот зашел в первый попавшийся магазин и нашел там аж три сыворотки разных одну от трех разных производителей соответственно здесь содержится также значительное количество молочнокислых бактерий однако преимущественно тех которые заселяют именно молоко но это не значит что если они живут в молоке то они могут жить только в молоке они в том числе могут заселять и другие продукты то есть например прибавление этой сыворотки к кухонной бродиловки если вы ей увлечены и каким-то образом консервируете эти кухонные отходы с помощью дорогих препаратов вы можете это делать с помощью рассола от капусты рассола от забродивших огурчиков а также с помощью молочной сыворотки однако я должен как-то разочаровать тех кто считает что молочнокислые бактерии имеют существенное влияние на плодородие почв или урожайных растений к сожалению нет не имеют напротив попадая в богатые углеводами среду это например если взять ну тот же рассол от капусты или байкал добавить туда миласу сахар мед там варенье еще что-то за за замешать все это вот мы по сути помещаем этих молочнокислых бактерий в богатые углеводами среду они начинают с таким усердием и с такой силой образовывать там молочную кислоту что могут даже вытеснять полезные микроорганизмы как с поверхности растений так и из почвы и уж тем более вот формирование вот этой жижи или каких-то силосов я их так называю ну компостов на основе кисломолочных бактерий знают они вот эти все удобрения так называемые они обладают гораздо 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 меньше ценностью нежели чем те которые образовались в результате прохождения естественных процессов конечно повышение вот этой кислотности с помощью молочнокислых бактерий может одновременно и снижать уровень развития патогенной микрофлоры и кстати патогенной микрофлоры человека тоже но и растения если мы говорим о компосте но и не полностью с другой стороны она блокирует нормальные процессы разложения растительных остатков в итоге мы не получаем нормального полноценного компоста при всем том сама по себе молочная сыворотка является очень ценным продуктом для растения вовство будучи разбавленной в 10 раз она является хорошей азотной и фосфорной подкормкой для наших растений кроме того она является хорошим субстратом для жизни других полезных микроорганизмов если мы ее как следует разбавляем и проливаем наши растения будь то защищенном грунте будь то в открытом грунте или даже домашних условиях если мы проливаем горшки поэтому очень важно ясно мыслить об эффективных микроорганизмах об эффективных бактериях понимать кто такие эффективные микроорганизмы по-настоящему эффективные у нас этому посвящено несколько выпусков вот и соответственно еще раз вам говорю о замене эффективной замене вот подобного рода препаратом и о том что сыворотка молочная хоть она является источником молочнокислых бактерий может все-таки применяться взамен подобного рода препаратов однако же она обладает и высокой самостоятельной ценностью и для защиты растений у нас есть об этом ролике и как подкормка и в том числе как профилактика вершины гнили у томата поскольку все еще содержит значительное количество кальция здесь на этом я прощаюсь с вами до новых встреч